всем привет друзья с вами sentinel astra и мы продолжаем прохождение метро exodus мы сейчас прошли через эскалатор и поднялись как я понимаю вестибюль метро какой-то станции вот здесь что-то у нас необъяснимое было летали человеческие кости в воздухе возможно это галлюцинации у артема из-за радиационного вот этого воздействия мощнейшего а может быть и нет так что но в любом случае нужно быть предельно осторожным и внимательным чтобы не хватануть смертельную дозу ибо мы уже и так порядком набрали рентген может быть годовую ой стекла что это было это кто говорил сейчас какая-то искаженная речь лампа мигает какая-то можно зажечь нет лампа не работает чё все перегорела ну так даже лучше да очень хорошо что нам кирилл дал радиопротектор зеленку вот эту называемую в народе иначе бы без нее было совсем туго может быть был мы уже погибли так какой-то магазин наверно был с ноги ну да ого чё это такое охренеть это люстра ну да люстра ну да люстра поверхность ну да мы выбрались на поверхность и давайте-ка сверимся с картой ну мы почти на месте какая-то подозрительная тишина что это что это такое я оно что-то что-то произнесло но я не не смог разобрать слова а это чё музей какой-то ладно нам некогда любоваться достопримечательностями местными потому что они там совсем уже очень хорошо ей так кажется нам опять надо да наружу наружу обновилось задание давайте посмотрим метро осталось позади мой путь снова лежит через зараженную поверхность здание института недалеко от метро осталось только до него добраться надо спешить радиационный фон здесь слишком высок будем иметь ввиду как будто нам этой радиации в метро мало было в тоннеле в том так что 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 с фоном повышается да определенно повышается и очень сильно фигово ребят фигово ой ой надо поспешить давай тема не подыхать только на аптечках на аптечках вот так черт что что чью-то чью-то передачу поймал а птичек нет ммм скорее делаем я же подлечился блин кажется дозиметр щелкает а что это чё за нахрен что видишь метро жахни по нему только под калибром а то осколками народ побьем сейчас оформим давай Толик на 11 часов вестибюль метро под калиберным вижу цель под калиберный готов огонь о это чё за флэшбэк такой был что за следы ни хрена себе причем свежие мне не хочется выяснять кто их мог оставить надеюсь мы с ним разменемся что это мы сейчас видели хотя слушайте в принципе я догадываюсь сейчас радиация сильная пока буду стоять поэтому скажу так на паузе вы же помните наверное прохождение last light когда мы шли через мертвый город в москву вместе с маленьким черным и он нам показывал то что видит он дома людей внутри как на рентгене там я не знаю что вот такие вот флэшбэки и не только то что было до войны за считанные там минуты может быть мгновения до того как упали ракеты и вполне возможно мы переняли от него вот эту способность частично и в стрессовых ситуациях может быть в критике эстетических или когда со здоровьем плохо у Артема что-то ну щелкает в мозгу так сказать и он тоже начинает видеть не галлюцинации а вполне реальные вещи какие-то энергии прошлого так сказать оставленные фантомные не знаю как правильнее объяснить но думаю мысль вы поняли теперь нужно ой еще фильтр заканчивается отлично но фильтры у нас пока хватает на полчаса почти так что вниз давайте-ка по танку наверное чтобы не разбиться так что с фоном что это рычит вот сейчас я отчетливо расслышал здесь еда это про меня да ой ой чтобы это не было оно тоже спустилось сюда а во флэшбеке мы увидели что последние секунды перед перед большим пепцом и что военным пришлось видимо люди которые успели спуститься в метро затем на станции закрыли гермоворота ну и пытались остальные кто не успел попасть туда то не знаю может быть их открыть или что и военным пришлось положить вестибюль снарядом ну и в итоге завалило так тут какая-то заметка да где вот вижу пыльный блокнот сразу надо было в метро даже если бы ни пробок ни заносов но отъехали бы мы километров на сто а толку все равно же накрыло бы гражданские тоже хороши сказали же в метро спускаться нет все по машинам и на газ мотоциклист тот убрался под гусеницу прямо он то куда по такому снегу не будь нас ну до следующей машины а эти как с цепи сорвались убийцы стучат Витька из башенного над наголовами очередь дал разбежались машины побросали все равно стоят все дороги намертво толкать а куда там растолкаешь если их на сколько глаза хватает стоит ну и лед же кругом траки скользят с разгона прессануть попробовал и на переходе провалился вылезти вылезли глянуть что там как может трос гусеницы а тут пыль Витя щелкал прибором щелкал а его на всех установках зашкаливает сзади выстрел мы развернулись а это Миха он за эти дела лучше всех знал утром еще сказал что если накроет лучше застрелиться ну это его дело а мы с Витьком пока еще подышим неплохо вышло получается надеется не на что можно покурить спокойно а то под броней или метро я там небось еще брыкались бы а какой смысл дольше мучиться только подкатывает уже ну закурю напоследок а это значит тот самый экипаж того танка который саданул по вестибюлю в метро они не попали то есть остались вот здесь вот в подземных переходах ну и все так смогу ли я попасть туда если гермозатвор на станцию закрыт какая бы станция там ни была то мы не попадем по поверхности я не хочу что-то опять шастать фон просто зашкаливающий и здесь еще какая-то тварь что это что это мельник слышишь меня слышу товарищ полковник а это блин это он кирилл говорит не слышу вас полковник повторите прием да связь да связь хреновая не слышу не слышу вас полковник прием туалет а пролезть можно отлично ой трупы 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 уже давным-давно и слевшие но похоже люди кто не попал на станцию после закрытия гермоворот они вот здесь доживали последние часы жизни а может быть даже дни хотя при таком уровне радиации может быть даже минуты без защиты радиационной капец ребят на это больно смотреть реально больно о еще какая-то дверь автомат ну давайте включим посмотрим что будет освещение что ли включилось где-то пока не вижу а еще здесь можно пролезть ух ты какая дверь крепкая что-то меня пошатывает наверное из-за того что облучился сильно ох ох вот это да нормальный такой склад чувак это твое да ну ты даешь на работе пить нельзя все все ничего тут у тебя нету так какой-то рубильник ну-ка дверь недоступна кстати что-то я открыл что-то очень массивное может быть тот самый гермозатвор давайте поглядим что пищит где ты пищишь покажись а если его даже не заметил точно вот он гермозатвор как я и думал вот нам пригодится ресурсы конечно же а тут двойной даже гермозатвор ну и смысл а смысл тут все равно какая-то решетка ну там спуск на станцию вот я вижу но мне туда не попасть вот это приколы что я еще не поднял здесь а все понятно ну нам остается тогда только прямо а там выход на поверхность задача обновилась метро осталось позади мой путь снова лежит через зараженную поверхность так подождите это же было может на карте а теперь вот так прямо опять фон да какое то здание с антеннами с антеннами ой ой скорее скорее ни научно-исследовательский институт это он если да то хорошо блин у меня дозиметр сейчас захлебнется ну так что с фоном так вроде допустимый в зеленой зоне дверь недоступна какой то импровизированный лазарет в послевоенные дни видимо ну ясно что все кто здесь был погибли от переоблучения вот эта дверь доступна хорошо блин что за фигня сердце стучит кто-то кашлял нет вот опять кто-то живой еще есть сейчас подождите так у меня фонарик недоступен что это включилось охренеть опять призраки фантомы то есть так давайте-ка я по блин еще стекол здесь помедленнее лучше здесь пойду мало ли чего это че такое это че такое это че такое лучи какие-то о опять предметы летают опять предметы летают что это может делать что это может делать местечко фонарь и зажглись освещение ни химических удобрений и ядов что происходит что происходит рамки что-то заработали ммм забавно читайте ни а дальше от химических удобрений и ядов теперь прочтите как аббревиатуру из трех букв научно-исследовательский институт а да юмористы что-то мне уже страшно в лифты заходить а может нам сюда как раз нет дверь недоступна о здесь автоматы работают вода газированная чё-чё-чё союз пресса газеты раритетные такие вообще автоматики что-то Опять этот кашель. Похож на Анькин, кстати. Но её здесь быть не может. Блин, связь, конечно, да. Так, если полковник едет к Конституту, то есть к нам, это замечательно. Нам нужно найти лекарство, где бы оно ни было. Если оно вообще здесь есть. Может быть, он заберёт нас, и мы поедем куда-то в другое место. Он ещё говорил про Академгородок. Так. Что такое? Почему у меня глаза закрываются? В чём дело? Фон в норме. Практически. Ну, как потрескивает, конечно, дозиметр, но не так, чтобы совсем загибаться. Хотя, может быть, эта накопленная поглощённая радиация даёт о себе знать. Ну, это, в принципе, вполне реалистично. Загибаться начинаешь не сразу, а потом. Упаньки. Упаньки. Зачем так делать? Блин. У меня чуть инфаркт не хватил. Спасибо, чувак, конечно, за лут, но... Ой, больше не делайте так. У меня же сердце заколотилось. Фух. Так. Какое-то помещение. Какая-то презентационная, что ли, или... кинотеатр? Что это? Ну, похоже, да, комната для презентации. Проектор. Ой, его включить можно? Давайте включим. Комбинированное противохимическое средство с симуляторой регенерации ленингранного F, обеспечивающие надежное устранение последствий воздействия БОВ, кожного нарувного действия на организм, а также быстрое и полное восстановление функций, в частности, что-то там, клинические испытания показали выраженный терапевтический эффект уже при однократном применении. При прохождении полного курса полное выздоровление отмечается в 60% случаев. Частичное... Зачитал вслух, потому что слишком плохо слышно. Повторить нельзя. Но это вот про этот препарат велась речь сейчас. Но он, по идее, разрабатывался здесь, в этом, да, в этом НИИ. Если его никуда не увезли или не растащили... Не растащили... Сталкеры или кто еще? Че за ботва? Кто это играет? Кто-то играет на пианино. Пять предмет летает. И что там за свет? Я что-то не понимаю. Что это там? Убана! Какие-то электрические дуги. Что это? Да... Оно не опасно? Переместилось. Нет? Я не могу разглядеть. Там еще какие-то голубые сполохи. Что-то непонятное. Ну, когда оно здесь было, вот за окном, за этим, предметы начали летать. Может, это какая-то аномалия? Только не такая, как в Москве и на Волге. Значит, она подрубает все приборы, освещение, автоматы вот те с газировкой. Пролезть здесь, да? Сейчас, подождите. А, здесь все равно не пройти, поэтому нам только сюда остается. Лезем. Опять. Опять этот голос. Что за тварь издает эти звуки? Ну-ка, ну-ка. О-о-о. Да, это какая-то аномалия. Движется. О-о-о. Не понял, а куда? А. Ясно. О, вижу лестницу. Полезли наверх. Библиотекарь? Ух ты! Пусти меня! Не, это что-то другое. Это... Куда ты протащил меня? Спусти, скотина. Ах ты, обезьяна долбанная. Это типа босс-файт сейчас будет, да? Давай, давай. Он сейчас спросил, где ты? Иди сюда. Где ты? Иди сюда. Он слепой, что ли? Слушайте, действительно, они слепые. Местные библиотекари. Хоть бы ты был один здесь, а? В натуре у него глаз даже нету. Запах. Да, они еще и разговаривают. Охренеть. Как дверь закрыть, а? Сейчас, подождите. Я крышу проверю полностью. Если он слепой, то... Но он так и будет искать. Да? Что тут у нас? О! Все, да? Что, он свалил? Или стоит где-то? Наверное, свалил. А может быть, зашел сюда. Опять эта хрень. Аномалия. Все, я как себя не придумал. Что? Анна? Рубильник, ну-ка, давайте. Включим. Не работает. Ну-ка. А я с вами здесь. Что за... Блин. Вот это жуть. Вообще, жизнь какая. Паутина. Давно не было. Он наверху. Наверху топает. Только бы сюда не пришел, а. Нужно приготовить что-то. Казань мы далеко от дома, Артем. Почему мы... Почему мы Аню слышим? Я не понимаю. Ты не найдешь, Карла. Правда? Причем это не по рации даже. Она лежит там во трубоне в глубоком. И... Не может с нами связываться. Не может с нами связываться. Хотя, подождите. Тоже мысль такая есть, что... Вот те мутанты черные из предыдущих двух частей трилогии Метро он же стал первым человеком, который контактировал с ними. А это мутанты-телепаты. Может быть, Артем немножко унаследовал эту способность. Вот и эту тоже. Потому что это не первый раз у него уже случается вот такое. Ей выходит, он сейчас слышит мысли любимого человека. Ну, у меня только такое объяснение. Слышит у себя в голове. Вернись, пожалуйста. Главное, вернись. Буду стараться. Очень. А, это, наверное, тот рубильник запитать. Который неактивен у нас этажем выше. Задачка обновилась. Я здесь. До конца пути в тысячи километров остался один шаг. Надо найти лабораторию, способную... Способную помочь мне лекарство, если оно вообще есть в здании. Скорее всего, там. Да, если оно есть. Вот тебя только здесь и не хватало. Он чует меня. Чует. Запах, запах, да. Запах еды. А что, если все-таки его попробовать угрохать, ребята, а? Или ну нафиг? Нет, скорее всего, не получится. Вы же помните библиотекарь из метро 2033? Твою мать. Нашел! Нашел, сволочь! Нашел, блин! Где ты? Обезьяна! Страшная обезьяна! Не надо! Не надо! Не надо! Не надо, не надо! Я не хотел. Все, простите. Где ты? Держи! Ну как? Хорошо горим? Гранаты. Слишком близко. Да ну нахрен! Ребята, все, включаем. Скорей, скорее, скорее! Здесь прячусь пока. Если он сюда зайдет, все, мне крышка. Отсюда нет выхода. Две гранаты осталось, если что. Сирену сейчас слышал. Опять флэшбеки? Так, ну нам наверх. Нам повезло, что местные библиотекари, или кто это, что они слепые. Слепыши. Будем так их называть. Что-то хреново мне совсем. Я пытаюсь, пытаюсь, Ань. Блин, стекла, стекла. Их не видно. А, нет, вижу. Вот здесь пройду, меня услышат. Как же обойти, а? Черт. 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 Тихо, тихо. Меня тут нет. Уходи. Охренеть. Он не подыхает. А птичек нет. Аномалия эта что-то привязалась ко мне. И тут еще один есть. Охренеть. Надо уходить отсюда. Что это? Это аномалия. Явно таких я еще не видел. Ну, пока она нам ничего не сделала. Летает себе, летает. Что у нас по фильтрам? На 10 минут осталось всего. Надо птичек сделать срочно. Давайте. И, наверное, еще парочку фильтров, да? Все, хватит. Хорош. Хорош. Ну, и кошмары. Это реально похоже на какой-то ночной кошмар. Че так страшно-то, а? Вон этот урод. О. Аудиозаметка. На нижних складах уже пусто. А наверху тварь. Еле ушел. Все по коридорам побросал. Аптечки, патроны последние. Счет с ним. Сил нет. Мутим опять. Твари слепые, похоже. Потому и ушел. Здоровые. Силища. Сами тяжелые. Но как подорвутся? О-о-о. Картечки взяла. Даже не почесалась, скотина. Может, просто не хватило. Это ж двустволка. Оно бежит. Разве перезарядишься? Так и бросил в коридор. Оно загремело. А скотина это туда. Пока разворачивалась, по лестнице сыпался. Флягу кинул. Потом противогаз пришлось. И тут оно отстало. Я думал, что такое. А там окна выбиты. И ветер. Снега как задуло. Селенки нет. Ребятам порассказать. Но теперь точно не дойти. Может, запись хоть. В глазах темнеет. Но все похоже. Бывают те, парни? Ужас. Просто ужас. А туда нам не перейти. Галерея вот эта... Или что это? Соединяющая... Два корпуса обрушена. Что за звуки? Как будто скребется кто-то. Может, выше подняться? Стекла кругом выбитые. А, фонарик, я думаю, можно использовать. Они же слепые-то. Чего я его выключаю? Ну, поглядываем, где могут валяться стекла. Чего-то совсем плохо Артему. Что? Анька? Какого хрена? Ты чё? Всё будет хорошо. Вот это глюк. Офигеть. Я уж реально подумал, что она, это, ну, оклемалась и сбежала с поезда на наши поиски. На секунду поверил в это. Но она в таком состоянии, что вряд ли бы она осилила бы пешком весь этот путь. Да и это глупо было бы. Опять? Опять эти твари, да? Чё по гранатам? А, всё, ничего нет. Ни молотовых. Можно протислиться, да? Ну, сюда он не пройдёт. Хотя... Ага. Давайте ему наваляем. Если что, вот сюда сразу обратно протиснемся. Будем так. На! Наслаждайся. Так, я на перезарядку. До свидания. Давай, 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 давай. Сразу. Цепанул. Ребята. Больно. да когда же ты сдохнешь второго уделал но они сильные очень-очень сильные страхолюдины с рельса еле его удел тут у нас что нету заметок да а 2 молотова хорошо пригодятся сначала молотов кидать а затем с рельса расстреливать его желательно попадая в башку все собрали а он еще труп какой-то сюда ну мы на месте мы в институте ну у нас путь остается только туда вниз опять задачка обновилась я здесь до конца путь так все это было может быть на карте на самой ну мы почти на на месте где крестик о заметочка и она похоже последняя до одну только пропустили где-то контейнер а список грузов контейнер груз назначение состояния 11b радиопротектор ты 3000 упаковок штаб гао новосибирск доставлен радиопротектор 800 это наверно зеленка вот это 800 упаковок а и а и аптечка индивидуальная это армейская наверно 500 штук в с 3 штуки штаб его новосибирск отправлен б радиопротектор 5000 упаковок штаб гао москва ожидает отправки 5000 упаковок ожидает отправки то же самое рвсн москва ожидает отправки радиопротектор так ожидает отправки много тут осталось его значит его не отправили зеленка поэтому люди и спасались им 20 тысяч так бы а и тоже аптечка видимо 600 штук в ч 1878 2 доставлен ренерган f1 экспериментальный набор не м то есть научно-исследовательский институт экстремальной медицины с а филиал не отправлен подождите-ка контейнер груз назначение состояние назначение куда а с а филиал то есть должен был в какой-то филиал отправиться но не отправился по всей видимости он здесь где-то ну будем надеяться что-то опять поплохело и радиация усилилась да не вижу эта тварь мне противогаз немножко разбила поэтому я не вижу здесь а ну стрелочка нормально значит это не радиация это что-то другое у меня сейчас мурашки по всему телу пробежали если я прав и действительно мы слышим ее мысли сейчас то блин ну это вообще это от этой мысли только уже становится не по себе очень жутко что это за гора трупов другого пути нет да и как же я не хочу туда аккуратненько протиснемся блин простите опять можно меня перестать так пугать а двое можно обратно а я двоих не уделаю наверное пока я буду одного расстреливать меня второй кончит это сто процентов так на картаны на картаны блин стекло стекло молотов на готове если что сколько здесь костей это столовая этих тварей да вообще замечательно какой-то автомат давайте запитаем только бы не выдать свое местоположение иначе молэнто море задачка ну все так же эти стекла так плохо видно здесь еще что-то вот пусть они внизу там ходят я лучше наверх поднимусь автомат будет работать да да давай отлично блин нет только не это куда куда теперь они услышали нет я не пойду к тебе а чё я активировал то я тебе не еда понял сейчас самого на фарш пущу не пойду не пойду я к тебе стекла 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 что я открыл что я открыл ищет ищут меня аномалия не отстанут не отстанут уже да что-то плохо плохо что такое опять аномалия опять аномалия аномалия нет если ищет прицел сбиваются господи что такое чего такая радиация прыгающая у ребята тут фон просто почему-то запредельный стал почему аптечку срочно делаем аптечки мать ах ты твою ж мать блин товарищи все капец куда жить это я не понимаю куда надоели следующий больно отстань от меня вот и все это твою мать а подонки да ну хрен знает где это я вот что-то далеко меня сохранила опять ладно протиснем сейчас надо было ручное сохранение сделать наверное если она вообще доступно непонятно почему она автоматически не сохранила когда вот я вылез отсюда ну уроды а знал бы наверно больше бы наделал гранат ну мы что-то запитали что-то открыли и я не понимаю почему я не нашел никакой не дверь не ворота ничего на что я подал напряжение что-то должно было произойти что-то открылось мы это слышали вполне отчетливо а выключатели у нас наверху да можно спрятаться одних а чё вполне может быть так вот теперь сохранил где ты свинья держи накаемся накаемся хорошо горит как ты меня как как братан охренеть вообще они просто разбили эти деревьяхи ну пипец теперь только отбиваться ну-ка здесь что а вот сюда надо да блин патроны кончились и здесь кончились один готов нашел нашел а просто надо было это перезарядить держи надоело с вами в бирюльке играть а он просто перегрелся понятно ай перегрелся потому что загрязненный очень где ты а дробовик нельзя использовать уже все капец он перегревается вообще просто после первого готов готов опять еще один да сколько ж можно то а 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 вот открыли мы что-то да ту дверь похоже которую я нашел что-то почему не четко все за что со зрением а а а да ребят но радиация да она очень сильно влияет на зрение вплоть до полной его потери Давайте-ка, наверное, знаете, что сделаем Сейчас сохранимся вот тут Ох И в следующей серии уже Попробуем пройти дальше Куда там нам по заданию Мы уже, получается, троих, что ли, уделали За все время троих вот этих вот слепышей Но еще один где-то шарится Надо передохнуть Ох, от эмоций, от этих Фух Ну, надеюсь, цель близко И мы найдем все-таки лекарства Очень хочется в это верить А пока всем спасибо за просмотр Возвращайтесь на канал Sentinel Astra И до скорого Пока